Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Американские санкции против Huawei и SMIC, введенные в прошлом году, не только ограничили китайские компании в развитии, но и создали условия для возникновения глобального дефицита компонентов. Власти многих стран теперь пытаются добиться технологического суверенитета, но это очень сложно. Эксперты считают, что китайская полупроводниковая отрасль не сможет догнать американскую еще лет пять, как минимум. Источник изображения – TSMC из пяти крупнейших поставщиков литографического оборудования, как отмечает CNBC, трое находятся в США, по одному расположено в Европе и Японии. В то же время, китайская компания SMIC на 80% зависит от поставок американского литографического оборудования. После введения американских санкций SMIC объявила о намерениях создать экспериментальную производственную линию, не использующую оборудование и технологии американского происхождения. Но осведомленные источники утверждают, что в рамках данной инициативы компания зависит от японских поставщиков, которые в любой момент могут отвернуться от китайских клиентов по указанию американских партнеров. Холдинг и СМЛ так и не отправил в Китай первый литографический сканер для работы с EUV, предназначавшийся компанией SMIC, поскольку во взаимоотношения производителя из Нидерландов с этим китайским клиентом вмешались американские власти. Как отметили эксперты Банк оф Америка на прошлой неделе, рассчитывать на значительный прогресс китайской полупроводниковой отрасли без доступа к американским технологиям не приходится. Должно пройти более пяти лет, прежде чем Китай сдвинется в этом вопросе с места, как утверждают аналитики. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.